Виктор, приветствую вас. Для начала хотел узнать, как на вас вышло наше дело, с чего начались переговоры и как приняли решение выступить на этом ивенте. Добрый день. У меня есть менеджер, мы с ним пообщались, поговорили. Я попросил его найти место, где можно выступить в этом году. Не один раз желательно. Ну и они как-то связались, обсудили все вопросы, все устроило. Вот сейчас даже контракт ничего не подписали, еще идут переговоры. Первые впечатления от лиги какие? Ну, на данный момент все устраивает, все отлично. Ожидал, что от пресс-конференции много шума будет. Все достойно. Культурно воспитанные парни. Есть ли ощущение, что Лига «Наше дело» уже полностью отходит от попа «Мума» движения и сейчас это уже более серьезная история, скажем так? Да, есть такое ощущение, как будто раньше раскачивались, набирали обороты. Потому что тем самым, да, сейчас, ну, как обычная, как бы большая взрослая организация. Вот что можете сказать по поводу своего соперника Хусейна Адамов? Вы сказали, что посмотрели его поединки. В чем он может быть опасен? Где его сильные и слабые стороны? Он физически очень сильный, крепкий, большой, тяжелый. Это его самая, наверное, основная, это будет самая большая трудность, скорее всего. Ну и борьбе он неплохо, неплохо себя показывает. Контролит хорошо и переводит в партер. Кстати, вот если говорить про ваших угловых, да, вот вы сказали, что, скорее всего, будет ваш брат Вадим Немков. Какие ожидания от его поединка предстоящего и что можете сказать по поводу его соперника? Это тоже у него будет первый бой в тяжелом весе. Вадим сейчас в очень хорошей форме, я думаю, все пройдет так, как запланировано. Подготовку он серьезную прошел? Да, серьезную. Дома готовился очень усердно. Сейчас при Бруйсе, в Терсфоле, на базе там тренируется. Там кэм хороший собрался, нагрузки выдерживает. Ну, в общем, все отлично. Кстати, вот по поводу перехода в тяжелый вес, насколько для вас это значимая история вообще? Или, скажем так, это обычный рабочий момент, который мало что изменит в подготовке? Ну, раньше все равно дрались в 93. Гонять приходилось. Сейчас попробую, что такое, бои без лесогонки. И в тяжах можно выступать все-таки чаще, чем в 93. Гонять не надо. Потренировался, выступил. Если травм нет, можно опять тренироваться, искать бои, выступать. Вот как бы так и планирую в этом году провести там несколько боев. Кстати, вот по поводу тоннажа ударов. Вот многие говорят, что разница все-таки между полутяжелым и тяжелым весом значительная. Вот вы разницу в габаритах увидели с вашим соперником? Сейчас. Давай тоже. Ну, габарит. Ну, конечно, он больше, чем полутяж. Ну, физически, наверное, сильнее. Ну, после боя. Ну, хотя бы об этом вопросе поговорим после боя. Кстати, а с весом сейчас как обстоят дела? То есть, вот вы сказали, что, скорее всего, без весогонки. То есть, вот какой у вас вес и в каком планируете выйти на поединок? Ну, так, вообще вес 105-108. То есть, набирать не планируете? Набирать не планирую. Получится набрать или набирать. Вот так специально, там, видать. И, наверное, уже поздно. Уже надо выступать в своем комфортном весе. Вот на этом турнире главный бой, да, достаточно громкий. Это Эдуард Ватанян против Дамира Исмогулова. На ваш взгляд, в этом поединке вообще есть ли фаворит? И если он есть, то кем, кого назовете фаворитом? Да, это очень интересный бой будет. Я когда увидел анонс, стало интересно, кто победит. Все-таки ударный, по правилам Кирбосинга, я не понимаю, будет. Мне кажется, Дамиру больше шансов. А если бы бой был по правилам ММА, были бы шансы у Дамира? Потому что вот я разговаривал там, да, с коллегами, читал несколько мнений, что если бы был поединок по правилам ММА, то Вартанян бы выглядел явным фаворитом прямо в этом бою. Да, мне тоже кажется, по правилам ММА Вартаняна больше шансов. Вот хотел про Федора Емельяненко спросить. Вот сегодня, да, на пресс-конференции сказали, что его уговаривать не пришлось. Вы не разговаривали по поводу этого подписания. А вообще вот в будущем, если, например, наше дело выйдет на такой вот уровень, на который они планируют выходить в ближайшее время, какова вероятность, что будут несколько бойцов из Федор Тим, например, участвовать в этих кардах? Ну, не знаю, если наше дело предоставить такие условия, которые устроят других бойцов, даже с моей командой, я думаю, почему бы и нет. Сейчас это промоушен набирает обороты. Судя по этому турниру, который состоится, это очень хороший турнир с хорошими семенами, поэтому все может быть. Кстати, вот в последнее время достаточно часто говорят по поводу боя Федора Емельяненко по правилам бокса. Вот на ваш взгляд, насколько это интересная история? Или вам бы хотелось, чтобы Федор уже не выходил в ринг в качестве спортсмена? Федор сейчас в очень хорошей форме, поэтому мне бы хотелось, чтобы он выступил, показал красивый бокс. Ну, тоже желательно с ветерана бокса, с ветерана ММА, я думаю, что с каким-нибудь значимым, с большим именем, с бойцом. Это было бы интересно всем посмотреть. Вот вы сказали, что Федор в хорошей форме. Если это будет условный Майк Тайсон, о котором говорят, будут ли шансы у Майка вообще в этом бою? Ну, всегда. Это тяжелый вес, шансы есть. Тем более, это тяжелый вес, это бокс, шансы есть. Спасибо.